Для глав государств, вы понимаете, есть главное вопрос прогноза. Мы с первых месяцев, вы это знаете, пандемии, я всегда требовал от своих специалистов дать прогноз. Прогноз по конкретному штамму, который развивается. Ну и, упаси Господь, кто-то рискнет и даст прогноз на будущее. Я, честно признаю, что ни один прогноз, уже по имеющемуся штамму в Беларуси, несколько групп работали, все разные прогнозы, честно вам скажу, по срокам ни один не оправдался. Может, вы нам скажете, что будет завтра, вчера дельта или сегодня завтра, омикрон, послезавтра, что будет, на что нам ориентироваться? Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Вопрос, конечно, крайне сложный, непростой. Я думаю, что ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет, но точно абсолютно. Если мы сегодня не будем прививаться и принимать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже. С учётом того, что он очень быстро распространяется, все наши меры, которые мы отработали, а у нас их два направления. Первое, чтобы люди как можно меньше всё-таки контактировали, передавали друг другу эту инфекцию. И второе, это чтобы люди были, или даже наоборот, в обратном порядке, чтобы люди были привиты, чтобы они были иммунные. Какой бы ни пришёл штамм, это штамм этого же вида. И поэтому вакцинная защита будет работать чуть больше, чуть меньше, но будет работать одинаково. Поэтому эта политика в Российской Федерации максимальный коллективный иммунитет, что мы сегодня и считаем. Ну а в эпидемиологической практике у нас так принято, мы не ожидаем чего-то, мы принимаем меры и готовимся к принятию тех мер, которые предотвратят большое количество случаев. Вот это для нас сегодня главное. Вирус, он, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные, скорее всего, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже ещё неопределённая история. Да, вот сейчас он приходит осенью и, наверное, весной. Что будет дальше, мы все вместе увидим. Я разговаривал с руководителем института имени Гмалея. Они провели исследование, и спутник ВИД точно нейтрализует новый штамм Омикрон. Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Так что вот это буквально два дня назад я с ним говорю. Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени. Он говорит, что то, что мы сделали в институте, совершенно точно мы можем утверждать на 100%, нейтрализует и нейтрализует в достаточно высокой степени. Анна Юрьевна, насколько я понял из вашего дипломатического заявления, нам следует ждать новых штаммов коронавируса. На этом Омикроне мы не остановимся, так? Ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что Омикрон будет финальным вариантом. Омикрон сегодня уже более контагиозный, но менее тяжелый случай вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется. И если позволите, Владимир Владимирович, я доложу, специалисты на Векторе также провели исследование на эффективность поствакцинального иммунитета спутника. И они абсолютно уверены, что эффективность не снизилась по сравнению с предыдущими странами. То же самое. Очень высокая защита остается.